Привет, ребята, это Мэтт Корр и ControlPaint. Сегодня мы еще раз поговорим о натюрмортах. Потому что часто художники недооценивают натюрморты, ведь это не так круто, как рисовать драконов и космодесантников. Но вот такая штука. Мне пришла куча писем, в которых вы спрашиваете. Мне нужно столькому научиться, а я не знаю, откуда мне начать. Вы пишете, мне нужно поработать над линиями, но у меня проблемы с обработкой изображения. А если у меня проблемы с цветом, то я не могу сосредоточиться на линиях. Вот почему натюрморты так хороши. В них вы можете сосредоточиться на чем-то одном. Так как вы в буквальном смысле берете любой подходящий объект, ставите его на стол, выбираете точку зрения, а затем рисуете объект. Это значит, что остальные параметры вас отвлекать не будут. Поэтому тщательно выбирайте, какие объекты использовать. Конечно, во время обучения преподаватель может даже выдать вам объекты. Так что вы не выбираете, что рисовать. Но если вы работаете сами, а именно так и нужно учиться, выбирайте объекты с умом. Например, мне нужно поработать с блестящими объектами. Тогда мне нужно создать несложный натюрморт из блестящих объектов. Мне нужно, чтобы у предметов была простая форма, потому что основное свое внимание есть сосредоточено передачей материала. Иногда вы даже не можете изменять объекты. В моем курсе Basic Photoshop Rendering я много рассказываю о натюрмортах. Там я советую людям купить на барахолке простые объекты подходящей формы. И затем нанести на них серую краску, чтобы скрыть оригинальный материал. Это отличные объекты для натюрморта, так как это, по сути, просто объекты без материала и цвета. Одна лишь форма. И если попрактиковаться с этими объектами несколько раз, вы почувствуете прогресс. Вместо того, чтобы расценивать натюрморты как что-то слишком скучное или академическое, научитесь видеть в них отличный инструмент для саморазвития. Самое важное – это тщательно выбирать объекты. Не добавляйте в натюрморты лишние объекты, те, которые не помогают вам достигнуть поставленной цели. Если же вы работаете на компьютере, то у вас может возникнуть желание использовать для натюрморта картинку с экрана на мониторе. В этом случае вы можете использовать фотографию. Однако, если вы рисуете традиционно, вы непременно должны использовать обычный натюрморт, а не фотографию. Так как работа с реальными объектами – это лучший способ достичь успеха. Но вот при работе с компьютером успех не так очевиден. Если вы чувствуете себя обескураженным, так как вам нужно так много узнать и столькому научиться, начните с натюрмортов, приучите себя к последовательной работе над какой-то одной проблемой или аспектом. Когда вы достигнете успеха в простых вещах, вы сможете постепенно усложнять себе задачу. Именно так, через натюрморты, вы сможете прийти к рисованию драконов и космодесантников. Итак, приучитесь работать с натюрмортами. Они помогут вам достичь успеха. Удачи и спасибо за внимание. Продолжение следует...